Девушки отдыхают 27 человек узнают, что они не подлежат переформировке, а двигаются дальше, входят в состав других частей и продолжают сражаться на самых ответственных участках войны. Наверное, помогло то, что ему помогало всегда. Найти себя в страшную пору. Обнаружить себе, какие силы которой кажутся немыслимы уже. Запас которых должен исчерпаться. И все же он их находил. Больше того, находил юмор, находил иронию. Находил время и место шутки. Вот все это. Все это, которое, конечно, не мы решим до конца. Но это также важно. Может быть, еще более важно, чем решать его, положим, ну, в трудовую пору. Тоже важно, но мне представляется здесь особенно важным и ответственным решить его в минуту смертельной опасности. Здесь он мне представляется красивым даже. Красивым. Я где-то принадлежу поколению, которое не воевало по возрасту. И все же я в игре своей где-то немножко подсознательным чувством должен, мне кажется, это моя задача, привести зрителя, ну, к преклонению перед этими людьми. Победили. Вот цена этой победы, наверное, есть тема и предмет фильма. Цена страшная. Но победа. Победа. Я полагаю, что этот рассказ о войне, он послужит и, ну, если не уроком, то каким-то примером нынешним солдатам. Где-то, очевидно, это мост из того времени в наше время. Где-то это и дань уважения и преклонения наших людей, нынешних солдат перед теми, кто ушел. Тема тем более ответственная. И тем более важная. Нам здесь нельзя никак соврать. Вот, позавчера встречались с ним. Вот два эти две темы. Если согнуть и где-то вместить в характеры, в общем, в конечном счете, в железный и человечный в то же время, то, наверное, мы и получим нужный сегодня. в следующем году. Продолжение следует...